Олимп. Кубок ФНЛ. День седьмой. Зимний футбольный турнир на Кипре. 16 клубов. Наступает время решающих игр. Поля Кипра. Небольшие стадионы, спрятанные в черте города. Например, этот. Интересен своим ландшафтом. Поле спрятано в овраге, а сверху на него снисходительно смотрит средневековая церковь. Это тренировка Александра Побегалова. В каждом упражнении можно прочитать его стиль, уникальную механику процесса. Задача футболистов в красном – сделать передачу через зону флажков. Для этого нужен высокий темп, а значит нужны точность и скорость принятия решения. Это быстрота передач, создание линий, по которым можно будет сделать проникающую передачу через эти воротики. Для защитников – быстрота работы ног, быстрота реакции, правильное перемещение. Для владеющих мячом – точность передач, скорость передач, темп передач. В случае перехвата мяча забивается мяч и идет подсчет, как всегда, под интерес. Подсказ. И забивай. Есть у меня такое понятие модуль, да? Модуль. Он состоит из определенных моделей. Оперируя этими моделями, можно упражнения делать новые, но одно условие. Мы никогда не гонимся ни за донизной, ни за разнообразием. Упражнения должны нести серьезную смысловую нагрузку. Обязательно развивать, желательно комплексное упражнение, развивать определенные качества. И мыслительные процессы, и тактические приемы. И в принципе, они строятся на одном и том, на умении играть в футбол, правильно его понимать. Самый лучший отбор – это перехват. Этот шинник – шинник Александра Побегалова. Хорош, Макс, хорош. Ничего. Он плод его идеи, плод любви именно к этой команде. Он знает ее досконально, знает каждую деталь. Создает коллектив, где главная ценность – это футбольная мысль. Загадочный проблеск гения. Когда у ребят получается, когда они кроме физической нагрузки получают хорошую эмоциональную нагрузку. И это в копилочку как их индивидуального мастерства, так и нашего командного. Ремнем. Привязать баннер собственным ремнем. Изобретательный фанат ротора. Громкий, немного сумасшедший, настоящий. Антон Архипов. Берет наш ротор! Мы с тобой! Не хватило шнурков. После последнего матча мы срывали этот баннер в попыхах. Поэтому порвали несколько креплений. В данный момент пришлось крепить баннер так, как диктует ситуация. Искать камни, крепить ремнем, крепить еще не пойми с чем. Но главное, что баннер раскреплем и будем поддерживать команду. Команда ведет нашу поддержку. Только не город! Только не клуб! Волгоград! Ротор Волгоград! Фанат? Певец? Потому что спеть песню так четко и неистово дано не каждому. Оле! 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 Он за ротор с 7 лет. Из Волгограда на Кипр вместе с командой? Да легко. Жена тоже фанат, но она с ребенком. А он здесь за всех волгоградских. Я приехал поддерживать команду. И, наверное, все-таки показывать, что они никогда не будут одни. Что у них всегда будет поддержка и, самое главное, защита. Потому что ребята могут испугаться. Ребята в незнакомой ситуации. Очень много молодежи. Поэтому нужна какая-то поддержка, нужна какая-то защита. Ради этого я тоже здесь. Птицки любим по утрам. Давайте, давайте, молодцы! Первый полуфинал. Шинник ротов. Это уже никакой не товарищеский матч. Со скамейки слышно «Еще прибавить!» И еще. У ярославцев подсказывают четыре человека. От игроков вот-вот полетят искры. И в такой обстановке, в такой борьбе, все голы со стандартом. Пенальти у ротора бьет Янушковский. Точно! Шинник отвечает розыгрышем штрафного. Мечей в основное время больше не было. В серии пенальти сказалась нервозность, накопившаяся за матч. Решающий промах. Победный гол. Новичок ротора Евгений Макеев. Он не слишком волновался. Да, ничего страшного. Тем более, они давно промахнулись, поэтому у меня было полегче немножечко. Поэтому, на анонс. Просто пробил и все. Я не думаю, что там они сильно разбирали, кто в какой угол бьет. Наверное, вратарь играл больше по мячу, поэтому ему удалось задеть мяч. Но так хорошо, что залетел мяч в ворота. Все-таки уже полуфинал. Поэтому, наверное, накал стресс-трибл такой. Все хотели выиграть. О, папа, просто! Остальные результаты стыковых игр между группами А и Б. Тюмень выиграла у Мордовии и сыграет в матче за пятое место. За девятое будет бороться Рига. За тринадцатое – Чертаново. Впереди второй полуфинал Кубка ФНЛ. Тамбов Авангард. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok